Итак, сегодня у нас в гостях пастырь, миссионер, евангелист. Это первый человек, который в Украине начал организованное палаточное служение по всей Украине. Я помню, он, наверное, или в 1994 году, может, где-то в такое время, мы с ним уже имели вместе контакт, он служил у нас в Торезе. И это замечательный служитель, который знает, как развязать путы в жизни людей, чтобы отпустить измученных на свободу. Поэтому, если ты сегодня здесь, будь очень внимательный к каждому слову, потому что этот человек не просто ходит в свободе, он помогает людям жить в свободе. Поэтому возьми конспект, приготовь свою Библию, и мы приглашаем Самсона, пастыря, Самсона, миссионера, для проповеди. Донецкая протестантская церковь. Рады приветствовать тебя. Рады приветствовать. Добро пожаловать. Спасибо большое. Халилюя. 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 Слава Богу. Эта штука для меня что-то новое. Халилюя. Как будто я себя слышу. Это хорошо. Я очень рад быть с вами сегодня. Первый раз это был на конференции. И я уже влюбился в вас. Еще больше. И я считаю, что это огромный честь, чтобы служить именем Господа. И когда мне предложили пастор вас послужить, я думаю, что нет ничего большего приходить именем Господа. И служить детям его. Написано, что блажен приходящий именем Господа. Поэтому вы дали мне возможно еще раз стать благословением. Спасибо вам большое. Аминь. Огромный привет вам. Вот моей семьи. Снова моя жена говорит. Бери меня с собой. Бери меня с собой. Я говорю. Жал не могу. Потому что если я возьму тебя с собой. Кто же позаботится о офисе дома? Кто-то должен позаботиться. Вот поэтому пока я здесь, она тоже там и буду служить сегодня. И церковь передала вам большой привет. Но я взял с собой маленькая наша дочка, которая входит в практике евангелиста или практике миссионерства. Она любит со мной везде посуществовать и учиться, как на дороге с Богом ходить. Аминь. Бог воспитал меня в этом очень-очень много лет. И я думаю, что чтобы Бог вкладывать во мне, я могу с моим детям поделиться. Слава Богу. Халлилуйя. 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 У меня маленькая семья. Моя семья четыре детей. Сташа Эсфир, Стив, Тимофей и Жасмин, которые со мной. Моя жена украинка. И поэтому я немножко хаклысан, украинец. Я понимаю, украинский язык приблизительно 75%, но говорит только 10%. Я буду стараться говорить вам на русском языке. Поэтому будьте внимательны и Господь благословит вас. Паста, огромное вам большое спасибо за возможность приехать к вам. Аминь. Хорошо. Все, представьте себе, больше ничего не сказать. А, и с родом, и с родом, часто спрашиваю, чтобы больше меня не спросили. Я из Гани. Родина Гана. Я приехал в Советский Союз. Тогда как раз во время начала перестройки. В 90-м году учился в Киеве в гражданском авиасе. И до тех пор Бог меня не пускает работа по авиасе. Я только работаю по другим авиасе. Хорошо. Давайте встанем на секунду. Твоё имя выше всякого имена. Потому я прошу тебе, отец небесный, займи твое место среди нас сейчас. Займи твое почетное место сейчас. Займи твое почетное место в нашей СССР. Твоё место всегда почетное. Займи это почетное место среди нас. Среди нас, Господи, Который припеваясь здесь сейчас. И мы превосносим Тебя выше, и 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 выше. и выше всякого имена! Твоё име выше и выше всякого имена! Выше всякое демонической силы! Выше всякое бессовское полезны выше всякая мощи выше всякой проблеме вы чеснока трудностей имя твое выше и выше и выше и выше ты сказал иисус я виду как сатана пол он пол как моря потому мы превосносим тебя потому мы превосносим тебя на часа потому и пасон носим тебя до слова твоя семья сегодня займет почетное место нашей жизни слова 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 тебя слова тебя слова тебя до господне да твое слово изменяет нас до неузнаваемый я провозглашаю в этом доме твоем мир твой и демонстрации силу твоего святого духа в нас и внутри нас и среди нас сегодня я прошу тебя до придет каждому из нас и свыше понимание исай сказал отец у них есть уши но не слышу глаза но не видят сердце но не понимаю потому они не могут обратиться чтобы я и силы я молю чтобы наши уши слышали чтобы наши глаза видели что ты делай чтобы сердце понимали что ты говоришь чтобы мы обратились тебе и силы нас господи измени нас господи благослови нас сегодня твоими благословениями распространяй предели наши во имя иисуса христа мы верим что ты услышали нас во имя иисуса и въезд народ боже да скажет аминь 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 то ли а трассиона или где-то где приводят детей играть есть такая комната называется не заряди как называется там зеркла кривые да вы когда-либо стоят при этим зерклом вы кого видели искаженным большие уши голова комната смеха да и вот сегодня дьявол что сделал он представить при многих людьми эти подобные такие зеркла искаженным и ты смотришь на себе эти вели себе искаженным ты смеется на сами собой и другие смотрят и смеются на тобой но свобода это самое лучшее зеркла аллилуйя и когда ты смотришь ты видишь кто ты и кем ты должен стать аллилуйя ты его не видишь себя ты не алкоголик ты не преступник но через креста это зеркла изменить тебя аминь ты увидишь настоящего человека которого бог хочет видеть аминь аминь скажи мой настоящий он внутри аминь 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 сегодня я хочу поделиться с вами очень деликатный вопрос и откройте со мной и в англии от руки в англии от руки и в англии от руки а дина стэглава 11 глава с 5 стиха это очень известно нет нам местописание и я верю что бог что-то сотворить на сегодня я читаю сказал им положим что кто-нибудь из вас имея друга приходит к нему в полночь и скажешь ему друг дай мне займи три хлеба ибо друг мой из дороги зашел ко мне и мне ничего приложить ему а тот изнутри скажет ему в ответе не беспокоить меня дверь уже запрети дети мои со мной на постели не могу стать и даст тебе если говорю вам он не станет и не даст ему по дружбе с ним то по неотступность его став даст ему сколько просить и я скажу вам просите и дана будет вам ищите и найдете стучите и отворяет вам то есть вам откроют какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень или когда попросит рыбы подаст ему змеи вместо рыбы или если попросит яйца подаст ему скопиона и так если вы будучи зле умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого простящим у него амин это очень очень интересные такой истории который иисус кристосом рассказывал и он говори положим представим себе шутки у себя дома и друг к тебе приходит друг твой это что ты можешь ему давать у тебя нет но то что тебе надо у соседа есть сосед друг хороший возможно тебе никогда не отказался но твой друг сошел к тебе ночью и в это время соседу не спит возможно храпить со своими детьми и ты стучишь тук 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 изнутри ты слышишь ой кто это я я я я я я саня я вас я я самсон и он отвечает слушай что тебе надо и ты говоришь дай немножко кусочек хлеба ко мне пришел гость у меня уже все мы уже все съели это больше нет а он говорит суша я сплю не беспокоит меня дети со мной не буди никого поднялся пусть господа ждет до утра дай ему стакан воды собур дома она а ты говоришь есть нечто больше чем друга тук 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 и продолжай стучат и он не реагирует питается спать но типа готовиться стучить он поворачивая другую сторону chilis учить ту тук тук поворачивая на правой стороне теплыеdisок стуток он не хочет ведь то что у него нет он будем читать у него есть но он не хочет эти поражайся стучат а потом он поврачивается и всю droite берет подушки голову закрывает этиalion из сочин он не хочет у него есть но не хочет давать, и ты продолжайся, и ты продолжайся. Иисус говорит, слушай, если по дружбе, он не хочет давать, есть нечто большее дружба. Неотступности твоей веры. Когда ты не хочешь сдаваться. Сдаваться. И ты настойчивый в отношении с Богом. Тот подумает о следующем. Мне легче спать. А что без спать? Пусть я дам ему, чтобы он меня беспокоит. И он даст тебе, и ты уходишь. И сразу после такой замечательный рассказ Иисус начал говорить, просите, ищите, стучите. И он говорит эти три вещи, которые запишите. Ты должен делать. просить, искать, стучать. Это твоя ответственность. Это ты должен этим заниматься. мы будем говорить немножко глубже. Просить за то, что тебе нужен, искать то, что ты ищешь в жизни, стучать, чтобы дверь открываться при тобой. это твоя ответственность жизни. И ты должен знать, где просить, у кого просить, какие двери стучат. Аминь. Ты должен знать, где искать. но, чтобы не разочароваться, он сказал, всякий, кто просит, получает. Это значит, это слово всякий говорит о том, что не все просят. Не все, но те, которые просят. Слово всякий говорит о том, что не все, но те, которые просят. Ибо написано, всякий, кто будут веровать. Видите, не все верят, но те, которые будут веровать, что спасены и будут и те которые будут веровать они осуждены будут поэтому слово всякий это такой поток воды поток благословения и тебе надо прыгать в этой потоке чтобы получить ибо всякий кто просит получать и этим он демонстрировал стой рассказе перешел тот не уступал он вошел в этой потоке и он плава пока он не получит то что ему надо аминь поэтому давайте скажем если просить искать стучать это я делаю это моя ответственность я действую аллилуйя получить находить отворять это действие который приходит твоей жизни от него по пострессам твоей веры это не ты делает чтобы что-то пришел к тебе это он дает это ответ чтобы типа лучшим аминь это он делает так чтобы ты нашел но ты тоже начинаешь искать ты должен начинать стучать и долгие время в жизни есть двери которые закрыты пред нами но с этого момента эти двери буду начинать открывать потому что все время многие задумали что кто-то долги за нас стучат но это ты должен начинать стучать это ты должен начинать стучать за свою свободу за свое исцеление за твои благословение библи по но людей которые говорит господь благослови меня господь благоустроить меня они сами стучали и благословение из неба пришел к ним и ты получишь такой же во имя иисуса аминь после это иисус начал рассказывать маленькую историю и он говорит какой из вас отец когда сим попросить хлеба подаст бы ему камень или попросить яйца скопиона или рыбе выпадать ему что-то другой и как он назвал вы будучи зли умеете давать благие даяние детям ваших тем более отец ваш небесный я хочу здесь немножко дальше эти два отца один небесный другой земной аминь два сыновей один земной другой возрожденный и здесь иисус хочет сказать на мне что важное отец который на земле он злой если сказал злой отец умеет давать благие даяние дать он злой отец неважно если он был раз в жизни злой злым он злой отец потому что греховная натура есть в нем и не гарантия когда он будет злиться даже мы постаре злимся иногда на нашем дети никакой карантии спасибо дорогой пастор кто не злится никогда после того что он покаялся вы такие сети никто из вас никогда не злится спасибо вы такое откровение вы знаете я вам скажу кое-что я отхожу чуть-чуть мы все свети их но не мы все совещали бог назвал нас святими не поначи совмещенство поэтому мы стремимся к совершенству поэтому нам нужно апостолей пророки постарей евангелисты учителя чтобы привести на к совмещению веру аминь восстание познания христа теста святим ноте не совмещение только один отец небесный господ совмещение поэтому ты не удивляешь что ты веришь бога спасен но и на разлиться иногда давай такие слова народ и видео себе и грешить и библия говоришь о дети если кто-то из вас согрешить у вас есть ходатая это значит и даже можно согрешить после покаяния нет гарантия что ты больше не буду согрешить вернемся отец земной он злой но он умеет давать благие даяние есть такое задание который бог поручил отцам земли он дал нам отражать его детям наши понимая что дети которые мы имеем это его что он нам дал и мы должны заботиться о них до определенные времени и отпускать их мы должны помогать им стать людьми человеком стать пути господные аминь наше задание это проявить бога отца в них и мы представляем бога отца на земле для нашей семьи и поэтому бог вложил каждом человеке не 4 основные вещи чтобы мы отражали к нашим детям называется первый безусловная любовь безусловная любовь каждый отец каждый родители иметь это своем процессе мы подобен ему аминь и безусловная любовь дана нам богом чтобы мы отражали детям наши это тоже бог вкладывал в человеке первоначально когда он создать это то что он сделал он вложил в нас значимость 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 у нас и значит у нас и ценность он владеет значимость мы что-то значим для господа аминь и он вложил в нас цел цел для жизни и безопасность бог есть бог в котором мы можем найти безопасность и поэтому те которые находятся по крови по цене всемогущего они покоятся аминь и язва губительны не прикасается них аминь потому что они находятся в его месте безопасности и наши дети должны всегда находиться нашей по нашей крыше в месте безопасности пока они не вырастут не станет зрелыми и самостоятельно отмизят ответственность за их жизни ребенок от 0 до 3 учиться принимать от 4 до 12 учиться что делиться и поэтому верующие христиане дали учиться не только принимать но потом вас расставить и делиться тем что они приняли павел приходит одно место вы давно должен был учителями но я не могу говорить с вами как зрели но как молодец аминь молодец аминь молодец он умеет делиться он только пита он только получает только получает и это задание который бог вроде каждом ребенке научиться получить и после того что он научиться получить он учиться давать поэтому это как раз время когда отцы должен давать пикат ребенка с этой безусловной любовь аминь ребенок не может сказать папа я тебе люблю до трех лет хорошо он не может делать все что ты хочешь сначала ты должен вложить в нем любовь и получить обратно ты вкладывать в это ребенке и ребенок обратно ты приходишь к ребенка на ясный гаде красавица люби меня и меня скажи папа я тебе люблю бежите пока ты не начинает говорить ему я люблю тебя когда ребенок даже не учиться сказать бубу бума мама ты вложишь в нем любовь неважно если ты злой или хороший ты вкладывайте ребенке любовь и когда это ребенок на вас растет в нем уже есть понятие что меня любит когда я еще не успел даже говорить меня начал любить когда я ничего не успел сказать меня начал любить когда я не успел ничего творить меня доброго в доме амин когда я выжpowered проводить телевизора меня все таки любят когда я разбиваю стакане меня что-то керру бая это есть ответ наш небесный так делать ты ничего не делал чтобы он тебя люблю но он все таки тебе люби ты грешишь и он тебя любит ты варуешь он тебя любить ты убиваешь себя и он тебя любит ты Ты говоришь плакие слова, он тебя любит. Ты взял плакие вещи, и он тебя любит. Ты ничего не взял, чтобы он за тебя умирает, но он все-таки умеет за тебя. Какая любовь. Бесус словная любовь. И ты знаешь, ты живешь сегодня, потому что у него есть место безопасности. И поэтому Бог вкладывает в эти ребенки, хочет, чтобы отец вкладывал, но он вкладывал в отце, и отец вкладывал в ребенке, чтобы ребенок иметь уверенность, что он вводит значение, значимость, ценность. Аминь? Вы меня понимаете, да? Если ребенок до трех лет не поймешь, что он ввое значение, суть жизни будет страдать, если Бог не встретится с ним. Если родители помогут ребенку понять свой значимость от нуля до трех, дальше ребенок будет компрессован, когда начинает с другими играть на площадке. Поэтому, когда Иисус говорит, что будучи злые отцы ваши, умеют давать благие даяния, Он хочет сказать, что самый в начале Божий план не было грех вместо для греха. И потому все работа, безусловно, любовь был в Адаме, он на самое безопасное место, у него было значение, у него была цель, проделывать землю, которую Бог ему дал. И главное для него общение с Богом. Общение с Богом. Самый дорогой человек потерял это место, место, где он может с Богом говорить тет-а-тет. Человек потерял связь с Богом. И это самая большая потеря человечества, когда человек не имеет возможности с Богом говорить о насущных вопросах. Просто с ним поболтать. Просто с Богом поболтать. Поговорить о всяком. Человек потерял это возможно. И потому то, что не должен быть нуждами, стало кричащими нужды для нас сегодня. Нет любви. Теперь мы пытаемся, что-то делать, чтобы получить любовь. Мы пытаемся сами себя защищать. То, что должно быть благословение, стали кричащими нуждами для нас сегодня. У меня слышите, да? Маленькие дети борются, чтобы кто-то их любил. Да, дети злой человек, женщина борются, чтобы тебя любили. Чтобы на тебя обращали внимание. И многие пытаются черпать свои значимости и ценности через одежды, через финансы, через богатство, через все угодно, чтобы кто-то мог тебя заметить, через помады, через пупури, и через все угодно, прически, чтобы кто-то посмотрел, и сказал, о, какая ты красивая, ты почувствуешь себя, о, я человек. И день, когда кто-то ничего тебе не скажет, сегодня ты красивый, ты комплексив внутри. Меня не заметили. Не посмотрели, какую обувь. Новую, что сегодня я одел. Чего сегодня никто не заметит, что у меня новые стирожки. Чего, чего? Он не заметит, что я купил новое кольцо. И ходишь так, даже не посмотри, как новый свет, я покрасил свои ногти. И внутри начал страдать. Потому что не хватает, что? Внимания. И это было потеряно в самом начале. И мы боремся все время, пытаемся себе, что? Найти где-то, или в ком-то. Но есть Иисус Христос. Есть Господь твой. И Он говорит, что? Твой Бог даст тебе больше. Вы понимаете, о чем я говорю? То, что должен быть благословение, превратилось в кричащие нужды для нас. Поэтому Иисус говорит, надо теперь просить. Раньше ты не должен просить. Адам не просил. У него все было. Теперь придется что? Просить. И это твоя ответственность. Раньше ему не надо ничего искать. Теперь тебе придется что искать. Раньше Адам, Библия говорит, что Бог приходит к ним в прихрадные дни. Теперь ты должен стучать, чтобы его присутствие пришло. Ты должен кричать, Боже, приди, Боже, приди, Боже, приди. Твое присутствие нужит мне. Помоги нам на служение. Ты не придешь, я скажу какие-то глупости. Боже, очистай уста мои. Раньше такого не было нужно для Адама. Теперь тебе надо молиться. Теперь тебе надо на колени встать. Теперь тебе надо прыгать. Тебе надо танцевать. Тебе надо ходить на служение. Потому что если ты не сделаешь это, дьявол возьмет тебя. Аллилуйя. Не было так, что все было закрытым человеком. Но только после грехопадения все двери начали хлопнуть, закрываться. Адам выгоняется из сада и ставит ангели. Сказал, подожди, надо что-то делать. Надо научить его теперь, как просить. Надо научить его теперь, как трудиться, искать. Но мы поможем ему искать. Мы пошли ему святого духа. И Духа поможет ему спортом найти. Но это стоит. Аминь? Это стоит. Поэтому стучащему дверу у соседа сразу не получил то, что он хотел. Он должен продолжать стучать. Он должен продолжать стучать. Он должен проявить неоступности своей. Он должен проявить такое желание, сильное, глубокое желание, что он готов отдать все, зелев все, будить этого человека, чтобы его дух не спал голодным. Ты не хочешь, чтобы твои дети спали голодным. Аминь? Ты не хочешь, чтобы твои служения начали засекаться. Тебе придется стучать, 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 просить, просить. Доколе ты не получишь, у тебя нет права остановиться. Тебе должен молиться, 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 молиться. Доколе ты не получишь ответ, тебе не надо остановиться. Это не значит, что ты не веришь. Ты веришь, потому что ты стучишь. Ты веришь, потому что ты просишь. Аминь? Год уже заканчивается. Вы помните, начало года? Вы просили Бога много. И, к сожалению, когда год заканчивается, иногда мы не замечаем, что Бог уже сделал. Мы еще замечаем. Мы начинаем думать, что Бог еще не ответил. Вы заметили, да? Мы начинаем, я просил Бога то-то-то-то-то-то. Я еще не получил. Я еще не получил. Это все место безопасности. Мы чувствуем, что мы не безопасное место. И мы не можем прийти к Богу. Господь, я благодарю Тебя. Факт, что я еще жив, я получил. Не все начали года и дожили до сегодняшнего дня. Ты заметил? Не все выходили из дома и дошли до места назначения. Ты не заметил? А ты всегда выходил и восстращался. Благословение сопровождает тебя при выходах и при входах. Ты не заметил? Ты заметил? Ты заметил? Ты заметил? Ты заболел и выходил из болезни. Другие заболели и оставались там до конца. Но ты выяснил? Ты выяснил? Ты верил, что ты тебе? А ты не заметил? Вот о чем мы должны говорить последний месяц. Вот о чем мы должны говорить последний месяц. Спасибо тебе, Господь. Hallelujah. Ты сказал, у меня мало финансы. В конце концов, не хватает. Пенсии, 800. Прожитивание минимум. Но смотри, ты шоу здесь. Ты шоу здесь. Ты шоу здесь. Ты говоришь, я слышал, как милая женщина сказала свидетельство о своей благословении. Вот об этом мы должны думать в последний месяц. Потому что Бог каждый раз в истории последний месяц что-то делает. Он приготовляет нас до следующего года. Израиль вышел из Египета именно в последний месяц года. Десятый день последнего месяца Он сказал, каждый из вас восьми коза или однися. И через четыре дня закалит я его. И семь дней есть опресный хлеба. Аминь. И закалит я, и мазать косики двери ваши. Ибо я сойду. И там, где я буду кровь, я мимо пройду. Аминь. Но там, где я не кровь, я не беру на себе ответственность. Именно тот месяц двенадцатого Он готовил их к благословению. И вы скажете, что нас угнетали наши начальники, господины, избивали, мы голодали. Но месяц двенадцатого Бог начал готовить их к новому уровню духовной жизни. Новый уровень благословения. Именно в этом месяце они встретили Новый год золотыми и серебрами, да, и драгоценными, и благословением. Он опустошал египтяне кашики и передал изолитяне. И они выходили оттуда. Но вы знаете, путь не был легкий. Именно в этот последний месяц приблизительно также появился ангел к Марию. История так показывает. И приблизительно в эти же времена Иисус начал свое служение. Приготовляет людей до нечто выше. Аминь. Вы меня понимаете, да? Идет подготовка к Новому году. И мы должны концентрировать наше внимание на то, что Бог сделал. На то, что Бог сделал. Я хочу обратить наше внимание на что-то. Смотрите со мной первый царств. Первый царств. Первая глава. Первый царств. Первая глава. Теперь здесь жалко. Спасибо, друг. С пятого стика. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Бог, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господний. Отметьте это. Та огорчала ее, и эта плакала и не ела. И сказал ей Элкана, муж Иоанна, что ты плачешь, почему не ешь, отчего скорбить сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей. И стала она после того, как она ела и пела с ломей, и Иллий же священник сидел тогда на седалище у входа в храме Господнем. И была она в скорби души, и молилась Господу, голка плакала, и дала обет, говоря, слушайте внимательно, Господи Саваов, если ты призрешь на скорбь раби твоей, вспомнишь обо мне, и не забудешь раби твоей, и дашь рабе твои дитя мужеского пола, то я отдам его Господу. На все дни жизни его, и бритва не прикоснется к голове. Между тем, как она долго молилась, скажите, долго, пред Господом, Илья смотрел на уста ее. Здесь остановлю, вы знаете историю. Она была вторая жена, можно так сказать, Элкани. Первая жена есть детей, а у нее нет. И Библия говорит, что Бог закрыл ее чрево, что она не может рожать. И в это время у первой жены нет проблемы рожать детей, нет проблемы, все у нее получается просто так. А она нет. и каждый раз, когда приходит храме, именно раз в году возможно служить Богу, вся семья, в это время соперницы, Библия использует слово соперницы, значит, постоянно они конкурировали в чем-то. Они конкурируют, потому что каждый должен занять почетные места в глаза мужа. И надо что-то делать акробатически, чтобы он обратил внимание. соперница даже в храме не успокоилась. У нее есть все, что ей надо, но ей недовольна. И то, что у Ани нет, она не это играла музыка, она не пела свои песни, она не это все играла и доставала Ане где? Храме до слезы и до голодания, что ей не хочется кушать. И смотрите, что происходит. Это продолжалось долгое время, много лет. Долгое время. Но однажды так соперница достала Ане, и это был скорбь для нее. Достала ее так, что она решилась, этот раз я не буду, но я буду молиться, доколе я не получу ответ. И она долго молилась, история говорила, Илья смотри, священный смотри на ее губи, нет слов, но губи двигались. Со слезами скорби души. Он говорит, эта женщина пьяная, она говорит, я не пьяная, я изливаю душу свою пред Господа. Алло, я изливаю свое сердце пред Господа, потому что что-то внутри болит. есть кто-нибудь сегодня который что-то внутри болит? Есть у кого что-то внутри болит? Алло, эта женщина начала вызывать Господа и сказать следующие слова. Господь Савауф, вспомни меня. Скажите со мной, вспомни обо меня. А где Бог был тогда? Все эти годы, она приходила, и надо не которые ситуации Бог допускает нашей жизни. Слушайте меня внимательно, не потому что ты плохой, не потому что ты плохая, но не надо Бог специально закрывать определенные двери для определенной цели, для своей славы. Потому что то, что будет происходить следующее, о, ничем не сравнивается. Дети и соседа не сравнивается с твоей собственной. И надо сказать, а почему � когда вы сами открывали дверь. Когда вы пришли ближе к двери сом открывали. Вот то, что произойдет сейчас, в следующем году, доминоги и сват. Это слово для вас. Бог приблизился к двери, ты тоже приблизился к двери, ты stör приблизился к двери. Не сиди дома, не сиди дома Иначе дверь не откроется Сделай шаг к этой магазине И в магазине дверь не откроется тебе И все, что внутри твое И все, что внутри твое Сделай этот шаг Халлелуя То, что в магазине не придет к тебе То, что в магазине не придет к тебе Это ты должен подойти к двери Это ты должен подойти к двери И двери откроются Стучите, и двери откроются все что желаете, прошу дьявổ 누� свой вас! все что пожелает иисус сказал просите и дано будет тебе шаке мухан и либо сон тория часто мы начинаем выходить из дома и не доходим до двери мы не доходим чтобы дверь нам открывались мы идем и думаем он откроет или не откроет а зачем мне идти и останавливается и по-оzwischen са брат на домой и живем у ничего во 18 главе ангеллят ask. всегда молитесь и не у сантиметре логике так кортеж в раме не получив у он говорит который незамедлит но без салт на сбуды сша обязательно с бодистом обязательно бодиста Слушайте пророческие слова Иисуса. Все, что пожелаете, просите. Давайте скажем вместо, и дана будет тебе. И дана будет тебе. И дана будет тебе. Халлелуя! 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 Победивший мира не так, как вера наша. Мы побеждаем с верой нашей. Быстренько я что-то покажу вам. Реалянам 11 глава. Реалянам 11 глава. Реалянам 11 глава. 19 стиха. Скажешь, ветви отломались, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломались неверием, а ты дрожишься верою. Не годись, не бойся. Если Бог не пошадил природные ветви, то смотри, пощадит ли и тебя. Аминь. Вот что Павел пишет. Евреи, природные детей Авраама, они отломились через его неверие. Они отпали через неверие. Но тебе привили через веру. Поэтому вера возьмет тебя и сделает тебя привитие к благословениям. Иисус сказал, я лоза, а вы ветви. Но мы привели к этой лозе. Чтобы благословение, которое из этой лозы, благословение, которое из этой деревьев вошло в все ветви. Аминь. Чтобы мы приносили плод. Мы раньше не были часа этой лозы. Но что-то отпало, и мы заняли это место. Что-то сломался, и мы вошли. Он говорит, сухие ветви отец отсыкает. Но ветви, приносящие плоды, он очищает. Вы когда-либо видел винограда, как он очищает свои виноградные лоза? Ветви, которые приносят плоди, он очищает, что таки ламает. Он ламает, что там. И Бог будет ламать некоторые принципы твоей жизни. Он будет ламать некоторые вещи твоей жизни. Чтобы лучше выходить. В этом году, Бог еще не закончился. У нас осталось три недели или две недели. Что там случится с тобой? Вернее даже, есть три человека в этом зале. Две женщины, один мужчина. Через три дня что-то с вами произойдет. Определены двери откроются вам. У одной из вас. Вся твоя семья будет бежать к Господу. На колени. Одна из вас. Ты долго молишься и молишься и молишься и молишься. И говори, когда же это все кончится? Когда все это кончится? Новая дверь откроется тебе. Как в магазине от Amstory. И ты попросишь Господь. Благослови меня твоим благословением. Как я виза сказал. И ты увидишь, что произойдет в твоей жизни. Есть человек, мужчина, который ты постоянно говоришь. Господь, я не могу. Я не могу. Я хочу, но не могу. Я боюсь. Не хочу идти. Ты боишься войти в свое место и призвание пред Господа. И Бог призывает тебя для великих дела. Но ты постоянно такой, как называется, ты в себе ненавидишь внутри. Ты не ценишь себя, но Бог снимет эти одежды от тебя. И одень тебе новые одежды. Все, что тебе надо, выйти и идти на встречу. И стучать. И ты увидишь, что что-то произойдет в твоей жизни. Через три дня. Через три дня. Эти вещи произойдут. И вы расскажете следующее служение. Аминь. 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 Так говорит Дух Господний. Это произойдет. И статье дальше. Эти. Эта женщина. Она. Начала плакать и молиться. И Бог сказал. Я согласен. Сегодня этот твой день. И значит, что Библия говорит. Когда она поняла, она встала. Помыла лицо. Помазала себе. Привела себе порядок. Ответ уже получила. Прежде чем, что она реализовалась в реальности. Поела. И пошла домой. И когда муж сказал. Она. Да, дорогой. Что ты сегодня такая особенная? Была особая встреча. На то же место, где меня оскорбили. На то же место Бог появился. На то же место, где раньше меня унижали. На то же место Бог пришел. На то же место, где меня не принимали. На то же место Бог меня встретил. На то же место, где я унижался. Это же место Бог меня возвысит. Там, где меня не принимали. Там Бог меня принял. Там, где меня не благословили. Там же Бог меня благословил. Там, где говорили. У тебя не получится. Бог сказал мне. У тебя получится. У тебя получится. Там, где сказали. Тебе конец. Бог сказал, тебе начало, тебе начало, тебе начало. И она сказала, ну давай потанцуем. Танго или вас. Потанцевали, и Бог сказал, этот танец мне нравится. И Бог вспомнил. Скажи, Бог вспомнил. Что она сказала? Вспомни обо мне. И Бог что? Вспомнил. Скажи, сосед, Бог вспомнил. И вспомни тебя. Бог вспомни тебя. И смотрите, что вышел из Ани. Что вышел из Ани. Судья. Пророк. Без которого в стране ничего не происходит. Вышел из нее. Первый, кто открыл ее чрево, был благословением. Сыном. И она сказала, все, что ты мне дашь, я отдам тебе. Вот. Она учила, что безусловная любовь ты сначала даешь, чтобы ты получил. И она была мудрая. Она сказала, ты дай мне. А потом я дам тебе обратно. Есть сенс в этом подчеловеческое рассуждение. Нет сенс. Ты мне даешь, а потом я восхищаю тебе. Тогда зачем я должен тебе давать? Но. Божьи замысли. Божьи пути. Она уловила, что это выше, чем наши. Она поняла, что если он мне дашь, и я дам ему обратно, это будет самое безопасное место. Если он мне исцелит, и я дам ему обратно свое здоровье, я буду более защищен, чем никогда. Если он мне даст помазание, и я вручаю ему обратно, я защищен. Если я приду к нему домой, и я сказал, дом мой, твой, мой дом защищен, все, что он мне дашь, я ему дам обратно. Если он мне дам финансы, я отдаю ему обратно. Самое надежное место для инвестиций, это в доме Господне. Все, что ты мне дашь, я дам тебе обратно. Все, что ты мне дашь, я дам тебе обратно. Яков сказал, эй, это место есть Бог. Это место есть Бог. Больше не буду назвать Лус, буду назвать Верфил. Это место есть Бог. Я верю, как ангел во сне мои спускали и поднимались, спускали и поднимались. Это место есть Бог. Когда Бог есть на месте, надо заключить с ним договор. Он сказал, если ты здесь, давайте, Господь, благоустрой мой путь, который я иду. И если ты благоустрой мой путь, который я иду, И все, что ты мне дашь, я дам тебе 10-й час. Господь, тебе подойдет? Дай мне 100% и я дам тебе только 10%. Бог, мне нравится эта сделка. А ты хитрец, но ты мне нравится. А ты преступник, ты вор, ты украл первородство твоего брата. И ты сейчас бегаешь от него, ты испуганный, он ищет тебя убить. Но ты знаешь, мне нравится преступников. Преступник мне нравится. На команде мне нравится. Потому что у меня есть лучший план. Я дам им 100% и они мне прилагают только 10%. И все-таки я их люблю. Мне нравится. Мне нравится. О, они меня воруют, но они прилагают мне что-нибудь. Я возьму это, я возьму это. Яков, я согласен, я дам тебе все, что ты хочешь. Верни мне только 10%. Вот то, что Бог сказал. И вот то, что Яков делает. Люди, вери, знают, что когда ты отдаешь Богу что-то, ты не терял. Когда ты отдаешь своему ребенку любовь безусловная, без ярлыки, ты ничего не терял. Когда ты защищаешь твоего ребенка, ты ничего не теряй. Когда ты живешь для кого-то, ты ничего не теряй. Ты наоборот приобретаешь. Потому что отношения становятся более тесные и крепкие и близкие, чем когда-либо. Аминь. Аминь. Яков нашел в себе в Боге. Он сказал, это место, что есть Бог. Вы верите, что в этом зале есть Бог? Да. Скажите. Где вы больше верите, что Бог есть? В магазине? В базаре? Или там, где ты с братом стоишь? Там, где с братом стоишь? Там, проси. Там, проси. Здесь, проси, все. Не сочиняйтесь, здесь стучи. На этом месте, такое собрание, надо просить, что угодно. Все, что ты пожелаешь, и дана будет тебе. Плакать, если надо. Анна плакала в храме. Анна рыдала. Проявила свою скорбу Господу. Эта девушка меня достала. О, достала. И я благодарен Богу за те, которые достаю тебе. Потому что они составят тебя, проси, так, как никогда. Тот год, когда Анна получила ответ, отличаясь от предыдущего, в том, что финал неплохо доставала ее. Но этот раз она достала до души. И она сказала, Господи, я буду просить по-другому. Я буду просить по-другому. Если я приходил, но если Бог хочет, пусть сделает. Сейчас не буду, если Бог хочет. Я хочу. Господь, я хочу. Я буду плакать. Я буду просить. Пока я не получу, я не уйду. Вы знаете, Бог вложил в моем сессии. Пастор верно сказал, начало палаточное служение. Есть в многих городах, и я очень много видел, хорошие и плохие, в нашей стране. Я уже в Украине 21 года живу, немало. А вот, у меня всего лишь 46 лет, и почти половину жизни я уже провел здесь. Я среди 21 только один раз ехал домой, чтобы Бог дал мне возможность ехать. У меня была палатка, полтора тысяч местных палатка. Эта палатка уже умела. В этом году у меня знакомый взял, поставил там где-то Казантиф. И один большой шторм уничтожил палатку до неузнаваемой. Шторм по нас уничтожил палатку. Разорвал его, как трапки. И теперь я плачу, Господь, чтобы мне делали. Знаешь, что он сказал? Я дам тебе четыретысячную местную палатку. Знаете, сколько стоит? 125 тысяч долларов. Я говорю, Господь, ты шутишь? Откуда я возьму такие деньги? Ой, не беспокойся. Найдусь людей. Я найду тебе деньги. Я найду тебе люди. Я найду тебе оборудование. Я говорю, ну, раз ты сказал, я жду. И знаете, я стучу. Я буду стучать и стучать и стучать. Потому что в этот раз мы целимся спасением людей больше, чем когда в нашей жизни. Украина созревала больше, чем когда-либо. Вы знаете, мы имеем огромный потенциал. Огромная сила заложена в нас. Сила любви. Сила прощения. Закладно в нас. Сила благодати есть в нас. Вы не представляете, какая мощь есть в тебе. Они ждут нас. По улицам. Они ждут нас по домам. Нам здесь так хорошо. Но они ждут нас. Аминь? Я буду побуждать вас. Я с пастом еще не успею поговорю об этом. Но чтобы вы молились за это проекте. За это проекте. Я знаю, Бог даст. Я знаю, что Бог это сделает. Чтобы кто-то не сказал, что это я это сделал. Бог сам это сделает. Аминь? Но хочу, чтобы ты так же знал, что Бог сделал для тебя так же. Он дал мне, когда я не знал, куда взять деньги, полтора тысячи местных палаток, которые 175 тысяч. Теперь он обещает мне, он даст мне 4 тысячи местных. У меня нет основания верить. У меня есть основания верить. Потому что вчера он сделал, вчера он тоже, сегодня он тоже. Он сделал так же для меня. Он сделал так же для тебя. Вот о чем мы говорим. Год заканчиваем. О чем мы создаем. Что Бог сделал для меня. 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 Причисляем, и мы сделаем вывод. Он сделает еще раз. Он сделает еще раз. Он сделает еще раз. Поэтому ты должен собираться просить. Искать, стучить. Когда я готовился, не люблю об этом говорить, когда не говорил, и это правда. Не знаю, по каким причинам я начал поститься молиться за вас. Семь дней. Бог дает такую благодарность, что мне кажется, что все время я уже наелся чем-то. И Бог дает мне такое слово для вас, пастор, для церкви. Это Бог дает мне. Я никогда не подумал о Амстолии. А Амстолия это магазин, который мои деньги берут. Я ходу там с деньгами, возвращаюсь меньше. Но Бог сказал, пастор, Он откроет новые двери для вас. Он приведет многих детей к тебе. Которую ты будешь поднимать. Есть многие пастори разбиты, расочарованные, не знают, что делать. И многие отпустили руки не полностью. Не полностью. Осталось чуть-чуть, и руки сделали так. И многие готовы вернуться в мир, заработать, думают, что они будут работать, найти деньги, и вернуться Богу служить. Но это хитрость дьявола. Он унесет не как поток воды. Но Бог будет использовать вас по Украине, по-новому. Все, чтобы вы знали, что Бог через вас сделает, забудь об этом. Бог начинает что-то новое. Здесь тебе не надо никакую дверь открывать. Они сами будут открывать при вами. Я как человек, который плавает. Все, они будут открывать при вами. И Бог поднимет новое поколение в Украине. И все, кто за тобой пойдет, будут благословены в этом потоке. Бог будет давать тебе мудрость, как давал Моисей. А тебе будет рассказывать Ааронам, Халивам и Иисусам Навинам. И увидите, как народ Божий идут обитованную землю. Их. Бог даст тебе силу новое. Совершенно новое, свежее. Новое откровение будет проявляться. Такие двери будут открываться. Но только одно, не влезьте в политику. Они будут бежать к тебе. Благословите их. Пусть они занимаются своими делами. А ты, иди дальше. Иди дальше. Потому что призвание твое выше. Это то, что Бог передает вам. И церковь. Церковь. Вы настолько благословены с многими благословениями. Пора как у вас говорят позреть. Созреть. Созреть. Стать зрелыми. Зрелыми. У вас уже все есть. Вы можете сделать больше, чем вы сами себе представляете. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы до конца этого года начинайте войти теснее, близко, как начинайте, как никогда. Проси каждый день Господь благослови меня своим благословением. Распространи мои пределы. Да рука твоя будешь со мной. Охраняй меня. И утверди меня. Утверди меня. Утверди меня. Утверди меня. Утверди меня. Утверди меня. Благослови меня. Библия четко и подсчетно говорит о Иовисе в том, что среди всех братьев, когда начали ранословие причислять перед пролипоменом 4 глава 2 10 стих только о нем подсчетно так начал говорить. что он родился с болезнью. Мама родил его с болезнями. И Иовис мама дала ему это имя и сказала потому что я родил его в болезни. Вы помните это имя Иовис значит родивших в болезни. И представьте себе что когда его звали Иовис это значит родивших в болезни иди сюда. Родивших в болезни дай мне воду. Родивших в болезни вы можете себе представить его имя так и звучало родившись болезни. Иди сюда. Бери, кушай. Родившись болезни. И это угнетало его. И однажды сказал, хватит. Господь, теперь благослови меня. Я не могу слышать родившись болезни. Я не могу слышать прокладное имя. Господь, благослови меня. И вы знаете, и Бог это сделал. И после этого папки о нем был закрыт. Больше о нем никто не слышал. Он начал жить в благословении. И Бог распространил его пределы. Продукти не придут тебе. Ты должен идти ближе к двери. И все там есть. Вы меня поняли, да? Аллилуйя. Пастор, у меня сколько осталось? Много. Еще есть время. Посмотрите со мной Евангелие от Луки, 18 глава. То, что я вам говорю, сенс для вас есть? Вы что-то подойдете? Евангелие от Луки, 18 глава. Сказать так же им притчу о том, что должна всегда молиться и не унивать. Скажите, с этого дня я больше не буду унивать. Не буду унивать. В одном городе был судья, который Бога не боялся. и людей не стыдился. И в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говоря, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, людей не стыжу, но как эта вдова не дает мне покой, защищу его, чтобы она не приходила больше докучать меня. И сказал Господу, слышите? Скажи соседу, слышите? Духновение духа. Слышите, что говорит Дух Господний? Слышите, что говорит судья неправедных? Бог ли не защитит избранные свои, вопиющие к нему дым и ночь, хотя и медлит защитить их? Иисус драматично начал рассказывать эту историю вдова у человека, у которого нет защиты, нет мужа, возможно нет детей, она еще вдова, у нее нет поддержки, она видела одного судья и говорит, это меня защитит, я не знаю, что вы увидели этого судья, но но она увидела судья, которые будут защищать ее интерес, и говорит, я иду к нему, и он приходит, она приходит и говорит, защити меня от соперника моего, значит кто-то не пожалел ее, видя ее состояние, хочет что-то отобрать у нее, соперника, тот, кто конкурует, тот, кто пытается соревноваться с тобой, что ты хочешь, он хочет взять, то, что твое, он хочет взять, а у тебя никого нет, чтобы тебя защитить, и он, она обращается к правителю, судья, чтобы судья помогал в этом, но эти судья казалось, человек, который Бога не боится, и не стелится ни при кем, это человек, судья, Бога не боится, значит, будет закон для него ничего не значит, Боге слово ничего не значит, человеку не стыдится, значит, его поступки, ему все равно, что люди скажут, Что люди будут говорить, что медиа пишут, что пресс будут говорить, что СМИ будут все рассказывать, ему все равно, что журналист скажет, он сделал, что он хочет, он сам закон на законом. Вот что это значит, это судья. Он Бога не боится и ему не стыдно ни при кем. Он делает, что хочет. Он может помиловать, когда он хочет, он может сажать, когда он хочет. И никто не может задавать ему вопрос, почему ты так делал? Потому что он Бога не боится и не стыдно ни при кем. Именно к нему вдова обратил. Она что не знала, кто он такой? Знала. Но она продолжала просить. Как украинский судья, приходишь, тебя отправляй домой. Процесс откладывает. Она не сдавалась. Она продолжала и продолжала, и продолжала, и продолжала. До тех пор судья понял, что есть желание, который выше его характер. Есть желание у этого вдове, который выше его принципы. Он не боится Бога и не стыдится людей. И он понял, что эта женщина крутая. Круче него. потому что если он обратился к нему, к ней, у него не будет покоя никогда. Она достанет его до гроба. И он сказал, хотя, скажите, хотя, Бога не боюсь, людей не стыжусь, но эта женщина, не кажется, чтобы она докучала меня. Я ей помогу. Я ей помогу. Хотя Бога не боюсь, людей не стыжусь, но эта женщина другая. Ты другой. Ты другой. Ты другая. Аминь. Вот как проявилось ее сильное желание, что власть сказала, хватит. У меня только один выход. Помогать тебе и все. Только тебе помогать и все. Если я тебе не помогу, мне капуч. Ты мне не дашь покой. И она так и сделала. И судья дал ей защиту. Иисус говорит, вы слышите, что сказал неправедный судья? У нас есть праведный суд. У нас есть праведный судья. Не защитит ли он тебя сегодня? Вот о чем мы говорим о безопасности. Четыре вещи. Бесусловная любовь, безопасность, значимость и цел. Вот пример безопасности. она искала защиту. И судья защитил ее. Хотя он не хотел. Иисус говорит, смотри, как люди в мире делают. Как вы думаете, твой Бог не сделает лучше? Смотри, как злой отец дает благие даяни детям своим. Отец твой небесный что не даст тебе святого духа? святого духа, который восполнит всякую нужду твою, который поможет тебе во всем, разве не даст просящему? Он даст. Он даст. Он даст. Иисус приводит этот пример нам и говорит нам о том, что Бог собирает дело для своих детей. Сегодня звучит, что не то, что Бог даст тебе машину крутая, ты будешь приходить и рассказывать всем и показывать себе твоя значимость не в машинах. Твоя значимость не в твоей одежде. Твой настоящий я. Наверное, ты еще не познакомился с ним. Он достоин Христа и вот цена жизни Иисуса Христа. Аминь. Об этом мы учим, как отточить себя с Иисусом, который тебя спас. Дайте мне напомню, что Павел говорил филиппинцам, он дал им понять, что Бог, сам Господь Иисус, Он снял от себя все свои погони, как Бог. И взял на себе образ человека, и ниже человека, Он взял на себе образ раба, ради кого. И Он пришел к нам к нам вез мне как раб, и уме смерть крестная, потому Бог превосносит его имя выше всякого имена. И здесь на новые песни, которые мы пели когда-то, рано 90-х года, люди будут ходить по улицам и будут спрашивать, знаешь ли ты, что Иисус Господь, аминь, знаешь ли ты, Иисус Господь, мы пели эти песни, почему, потому что все колени будут преклоняться, и все языки будут поверивать, что Иисус Господь Донецкий, что Иисус Господь в Украине, этим не будем заниматься. Бог поднял его имя, я помню, мы приезжали в одном городе Потаве с палаткой, пришли семья в 2001 году, палатка забитая, люди стоят на улице, это семья, соседний дом, девятиэтажный дом, вышли, стояли, где-то восемь человек, отец, сын, отец, жена, дочка, сын и их внучки стояли сзади и смеялись надо мной, они смеялись, как мы пели, танцевали, хоровой в палатке, и я об этом не знаю, они потом сами рассказывали, они смеялись, поверивая, что Иисус вчера, сегодня, во веки тоже, в это время у них старший сын сидит в Турции, в тюрьме, он оказался не вовремя на том месте среди русских, которые занимались наркотиками, и когда поймали их, причисляли его тоже, и он оказался в тюрьме, он должен сидеть 6 лет, и они стояли и смеялись, не этого африканского проповедника, смеялись, я об этом ничего не знаю, продолжал проповедовать, радовался в Иисусе, люди вышли на покаяние, следующий день, вся семья вышли на покаяние, покаялись, вечером же пригласили меня на ужин, и рассказывал, как они издевались надо мной, и рассказывал, смеялись и плакали, и сказал, у нас сын сидит в тюрьме, как ему помог, я сказал, не переживайте, в следующем году его отпустят, он говорит, как это, только три месяца назад сажали на 6 лет, так ничего, для Бога нет ничего трудного, он пришел, чтобы отпускать и смучить на свободу, заключение открыть им дверь, палатка закончилась, зимний сезон меня пригласили на конференцию в этой же церкви, я прихожу, вы знаете, что я заметил, отец, стоит группа порядки, дочери хоре, мама помогает готовить для пастора Самсона, вся семья сужение, за три месяца, есть в Украине особая благодать, не счезло, давай не будем злопотреблять эту благодать, давай будем использовать его полной катушки, есть благодать на Украине, эта семья, через год, я приезжаю, такой стройный, высокий, мускулатый, мужчина стоит возле них, соседней, имама, это он, а как кто он, который сидел, а что случилось? армисты, его отпустили, он папа, армисты, и ты тоже попадаешь по армисты, господне, аллилуйя, тоже приезжать тебе долгое время, ты пил, дверь открывается тебе, в этом городе тоже мероприятие, пришли два человека, такие, эти, бомжи, мне не нравится это слово бомж, потому что это не говорит о достоинстве человеке, это говорит о боли человеке, о страдании его мучения, он не так начать жизни, не так Бог создал его таким стать, чтобы уродиться, и потом такие места, мне не нравится это слово, но эти люди пришли, тот день дождь пошел, улицы грязные, у них нет нигде спать, они еще спиртом выпил, даже не самогон, спирт купил в аптеку и напились, и никакие, грязные, борода, как правосвещенный священника, как мы, и локмати, и грязные, у одного из них на пуповине грыжа такой, как средний футбольный мяч, маленький такой, у него здесь, сам пуповин, так, на думке, такой грыжи, такой большой, и пиджак порванный, который у него грязный, и он прикрывает своими руками, и тогда мы пригласили журналистка из Би-Би-Си, и она, она христианка, и она проповедовала, говорит о любви Божьей, и эти две люди выходили, включая те, которые вышли, и плакали, и покаялись, и я сказал, переоденьте их, следующий день утром, у нас школа исцеления и молитвы, смотрю, молодой человек идет, человек, который бородатый, бритый голову полностью, новый пиджак, новые одежды, пахнет красиво, и приходит, и говорит, пастор Самсон, я Володя, я Самсон, ты меня не помнишь? Я говорю, нет, не помню, кто ты? Это я вчера стоял здесь, бородой грязной, я говорю, не верю, уже помолись, а уже не верить, как это ты? Нет, невозможно, невозможно, я вызвал свои фотографа, найди мне и его фотографии, смотрю, смотрю на него, две разные люди, две разные люди, красавец, я говорю, ты же вчера, что-то дружат, была грыжа, а где? Исчезу, 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 бог, а где твой друг? он говорит, извините, к сожалению, я его больше не видел после служения, мы пошли обратно, на то же наше место, мы лежали, а потом я встал и решил, ты домой, где я знаю, что был мой дом, может быть, жена, меня примет обратно, а он лежал, и видимо, что-то с ним случилось, и вы знаете, кого мы слышали, разведили, он со своей семьей, жена простила, жена увидят нового человека, и тебе тоже увидят, увидят тебе нового человека, настоящего, который внутри, наружу видит, аминь, 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 он изменися полностью, для Бога, нет опоздающего, нет опоздающего, все, все будут успевать, ты успеешь, тем скорее, тем лучше, чем скорее, тем лучше, начинать свой путь, с Господом, аминь, я слышал, как паса побуждал сегодня утром, лучше место на Кадисе, это дом Господний, и это правда, там где Божьи людей, там есть поддержки, там, ты услышишь такие слова, как Марии говорили, все, что Иисус вам скажет, то и делай, хочет пережить чудеса твоей жизни, иди там, где Иисус говорит, и делай все, что Иисус скажет тебе, через свои слуги, верить ей, и так и произойдет, первое из чудеса Иисуса Христа, произошло, потому что люди были послушны, тому, что Бог сказал им, Мария знала, сына своего, что все, что он говорит, так и произойдет, Иисус сказал, дано будут тебе, дано будет тебе, если он сказал, проси, и ты получишь, проси, и ты получишь, не спорь, что, я уже просил, уже просил, уже просил, что тебе нужно соперника, или соперница, чтобы тебе доставать, чтобы ты начал просить, как никогда, он пошел тебе такого он пошел тебе такого который достанет тебе желать жить желать жить желать радоваться вы знаете что такое рост мы часто газ по расти нас мы хотим чтобы рост церкви рост церкви смотри на маленького ребенка как мы считаем ребёнок растет полноценно когда по росту идет умственно соответственно его возрасте мышление идет мы видим моего уровень уровень зрелости он поднимается амин он берет ответственность за своей жизни он знаю что он отвечает и что он отвечает и правда ли это ребенок вас растает когда-то его одевали приходит время когда он сама девайса когда это можно зайти в комнате не стучат но когда это приходит стучи стучи и тебе приходится папа извиниться вот он вас растает полноценно так и же мы духовно до него срастать как мы дали вас растать умственно душевно духовно мы дали вас растат во все параметры и тогда дьявол будет без над он сказал папа я знаю и все я знаю а викту эти скажу я если я я ездить его иначе ты буду сказать дело по ногами моего я меня уже я уже там нет я уже выпрыгала туда нет авторитет твои слова но когда ты понимаешь что есть вместе уединение где ты должен на кадиса своей жизни и буду постоянно на кадиса твое дело на кадиса там молиса молиса неважно как долго молиса то типа ты не получишь желаемое аминь по его воле ты получишь желаемое он сказал все что пожелаете просите и от зелене сравнено больше всего чего ты просишь или о чем ты помышляет ему слова цепи он так сказал ему слава цепи ты увидишь его слова как часть цепи ты увидишь эту вид в этой цепи поэтому сегодня я завершаю свои проповеди с тем что есть личные отношения которые мы должны создаст богом мы должны понять что бог любит нас не потому что мы что-то сделали не потому чтобы чему-то достигали жизни не потому что мы умеем или умеем что-то он любит нас безусловно ведь когда ты не знали вот тебе знал вид когда ты не призывай его имя он тебя любил дайте отвергали вон все таки тебе люблю короткий плевая на него он все таки тебя люби кратить сказать нет бога он все таки тебе люби как и не приняли вот это как я тебя люблю катер сомневаться одним солнцу сейчас будет он все таки тебе люби ты понимаешь что ничего счете сделал не отрисал его существование или его что он есть но он есть он есть и он вас награждает веру приходя же именем его он вас награждает верующие в него он вас награждает это же сегодня ты здесь ты пришел чтобы он вас наградил тебя аминь потому что написано приходя же должен верить что он есть и ищущим его он вас дает знаете библия уникальная такая книга и свободе такое чудесно сказать что вера же есть осуществление ожидаемого ради ожидаемого это что-то будущее но вера приводим будущее в настоящий вы поняли что я сказал вера меняя обстоятельства то что ты ожидаешь что должно произойти не сейчас завтра вера приносит его настоящий бумаг вот твоя вера вера осуществляет ожидаемого и уверенность невидимом вера берет будущее и приносит настоящим вера берет то что ты ожидай завтра и приносит тебе сейчас вера есть вера есть она не будет она есть и поэтому когда ты приходишь на такие мероприятия пойми что бог есть и он воздает тебе давайте стану помолимся я хочу призывать нас молитву гор заканчиваете хочу чтобы ты благодарю бога сейчас за то что он взяли для тебя не за то что ты думаешь он и взяла за то что он взяли для тебя это даст открытие дверь большему благословение бога аминь второй сказали что двери откроется дверь для она открывался дверь для вдова открывалась дверь для соседа который стучат уже открывались и эти двери контролируется богом бог сказал я дам ключи давида тебе и все что ты откроешь откроется и никто не запрет не затворяет и все что будет закрывать никто не будет открывать аминь аминь поэтому мы будем молиться чтобы все что ты закроешь своей жизни был закрыта бога аминь и что ты откроешь сегодня так будет открываться ты начнешь 20 12 и закончишь то что закрыто тебе откроется те которые закрывали дверь при твоим носом теперь без них дверь буду открываться дверь буду открываться если ты знаешь о твоей жизни тебе сказали что у тебя что-то не получится это болезнь тебя убьет или ты никогда нас ободраться эти прократи или ты такой 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 и тебе закрыли благословение жизни с этого момента бог есть в этом доме и яков сказал на этом я собак и как его просить дано буду тебе поднимите ваши руки господу благодарите бога за начало года до сводишь во дня и проси бога тебе лично благословить скажи по благослови меня твоим благослови меня тактик так сказал я весь благослови меня господин за тебя за тебя за тебя за тебя козы бог благослови меня господь благослови меня распространены пределы моей благослови меня как личность как личность Благослови меня, теперь проси Бог, благослови мою семью, благослови моих детей, благослови моего мужа, с твоим благословением, с твоим благословением, я благодарю тебя за жизнь, я благодарю тебя за здоровье, я благодарю тебя за хлеба, я благодарю тебя за все, за питье, я благодарю тебя, что я могу тебе служить, я твое дитя, Господь, еще на боссу благодарю тебя благодарю тебя благословляю твое святое имя о халлилуйя во имя иисуса во имя иисуса по идее иисуса и веста работе расскажет амин теперь молись мы будем молиться чтобы двери которые закрыты были открыты тебе как у они были открыты как у того были открыты как это это сосед получил открыть и 2 тебе дверь начался открываться посуду на работе служение дома везде правительстве дверь открываться молись молись за твоего здоровья молись за твои детей учебе знание знание благодать москва его можно ли его можно было бы ли какого вошадок здесь не побегу но это было вывозной и попали не было бы дémie мы сейчас я оба Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Иисуса Бог сказал Я закрыл уста твои соперники Я закрыл уста твои соперники Потому что открыть мне двери Они больше не могут докучать тебя Они не могут больше издеваться на тобой Они больше не могут смеяться на тобой Я открыл тебе двери И закрыл уста твоих соперников Сказали тебе, что ты гнешь Сказали тебе, что тебе уже будущее нет Сказали, что ты не станешь никогда Украина, слышишь меня? Твой Бог восстанет над тобой Твой Бог восстанет над тобой Как солнце утренний заря Твой Бог восстанет над тобой Ты станешь Не Европа тебе сделает таким, как я хочу Не Восток изменит тебя Я изменю тебя, Украину Украина, я, Господь, изменю тебя И сделаю тебе хлебница Для многих стран Хочу, чтобы мы молились за Украину Год 20-19 не будет легкое Это Бог предупреждает Не будет легкое Не будет легкий год Это будет как Яков, который убегает От старшего брата Это будет как Яков, который напуган И не знает, куда идти Не знает, что делать Но по дороге он устанет И именно в это время Он встретится с Богом Он встретится с Богом Украина дойдет до того места Где вы увидите Со следующего года Поднимет факель и молитвы По суду И люди будут молиться Люди будут рыдать Люди будут кричать Это случилось в моей стране В 1972 году И до типа Гана Является самое благословенное Духовное жизни Во всех континентах Африки Больше 75 населения Говорят на одном языке Потому что Кто-то достал нас до коленей Кто-то достал Страна, которая не имела нефть Теперь говорят До конца мира Нефть не закончится Нефть не закончится Я хочу, чтобы мы помолились Последним за Украину Год не будет легкой Но мы пройдем Мы будем прорываться Аминь Мы будем прорываться И мы увидим Господа Бог посетит нас Давайте помолимся Господь посети меня Как он вспомнил Аня Бог вспоминай Украину Как он услышал Бог посетит Украину Посетит нас Посетит нас Великий Господь Посетит нас 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 Посещение Твое Посещение Твое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok